Вячеслав Ширяев, экономический обозреватель, присоединяется к нашему эфиру. Вячеслав, приветствую вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Вячеслав, а давайте для наших зрителей мы расшифруем эту историю по поводу стагфляции. Что она подразумевает и насколько она действительно характерна той ситуации, которую мы сейчас наблюдаем, ну, по крайней мере, в экономике Российской Федерации? Да, именно это мы сейчас и наблюдаем. Стагфляция – это когда одновременно экономика не растет, а инфляция выходит за все разумные пределы. Это очень опасная ситуация, потому что когда экономика растет, и инфляция при этом существенная, это не страшно. Это очень часто проходят и западные страны. И наоборот, когда экономика не растет, и инфляция низкая, тоже нормально бывает такая ситуация. Но вот когда экономика не растет, а инфляция, цены разгоняются, то чем это чревато? Тем, что инфляция еще больше разгоняется, потому что если в экономику вбрасываются, как сейчас, триллионы рублей ничем не обеспеченных, а надо понимать, что те цифры по возрастанию бюджетных расходов на войну, они не связаны с дополнительными пушками, солдатами и так далее. Это просто страна пытается поспевать за ростом цен. То есть чтобы платить им больше, чтобы платить больше за танки, которые дорожают, там на 30-40% заводы военные, строительство которых дорожает тоже из-за инфляции. И государство просто, чтобы оставаться на месте, оно вынуждено бежать в два раза быстрее. То есть тратить еще больше триллионов вот этих самых рублей ничем не обеспеченных. В данном случае это инфляционный рост. Это никакой не рост доходов бюджета или какой-то рост реальных денежных поступлений в страну, о котором часто говорят, что вот у Путина денег много, вот он там от нефти получает, вот все пропало. Ничего не пропало, потому что реально это не деньги, которые растут, это инфляция, которая растет. А раньше все-таки, можно было говорить, в прошлом году, какой-никакой трехпроцентный рост мог успокаивать, так скажем, тех, кто еще оптимистично смотрит на возможную победу России в этом противостоянии, ресурсном противостоянии. Потому что если экономика растет, условно говоря, значит потенциально растут и бюджетные доходы. Но если экономика не растет, то бюджетные доходы откуда могут расти? Они могут расти только с инфляцией. Условно, сегодня товар стоит 100 рублей в магазине, с него берется НДС-Х, завтра он стоит 200 рублей, и с него берется НДС-2-Х. Но это не значит, что денег на войну стало больше, это просто инфляция больше. И вот эти инфляционные деньги и вкачиваются обратно в экономику, и еще раз разгоняют инфляцию, вот эта спираль закручивается, закручивается. Вот такая получается картина стокфляция в полной красе, что называется. Ну, Вячеслав, а если эту историю применить непосредственно к самим российским гражданам, да? Что это будет означать на практике, как бы упрощая, да? Если, понятное дело, высокие цены, да, что дефицит какой-то, курсы, колебания, ну вот что? Смотрите, никогда даже в Советском Союзе как такового не было дефицита, потому что можно было все купить на рынке втридорого, да, там, не было в магазине мяса, идете на рынок и покупаете мясо, там, не по 2 рубля 20 копеек, да, а по 7 рублей за килограмм вырезки. Также и здесь, то есть, по сути, дефицита, конечно, не прогнозируется. В стране рыночная экономика, соответственно, рыночная экономика всегда обеспечит поставку товаров и услуг. Вопрос, в каком объеме и по каким ценам. Вот это самая большая проблема сейчас в России, о которой кричит Центробанк. Так, невозможно обеспечить вот этот навес денежной массы товарами и услугами. Отсюда дорожает все. Китайские машины – это импорт, который испытывает проблемы с платежами, тоже не поступает импорт в достаточном количестве. Машины, например, дорожают тоже в полтора раза. Запчасти там на 40% к этим китайским машинам и так далее. То есть, вот отсутствие достаточных производственных возможностей внутри и отсутствие свободы импорта в сумме дают сокращение предложений потребительских товаров на рынке. И это вызывает инфляцию. Люди понимают, что за свою зарплату сегодня они могут купить меньше, чем вчера. А в следующем году на 40% меньше, чем в этом году, условно. И они это все чувствуют, безусловно. И когда мы говорим о том, что денег много, что ВПК очень сильно подняли зарплаты, что бизнес борется с государством за рабочую силу и переплачивает, то это нереальные доходы, это номинальный рост. Но в реальном выражении, в количестве килограммов картошки, в количестве перелетов эконом-классом, в месячной аренде квартир, например, для среднего класса – очень важный показатель. Люди становятся беднее, они это чувствуют. Ну, Вячеслав, давайте поговорим о том, каковы расходы в целом на оборонку, на армию. Но и содержание армии, если мы говорим о численности в полтора миллиона человек, оно будет стоить России более трех триллионов рублей ежегодно. Это, примерно, вдвое больше довоенного уровня затрат на военных. Об этом говорится в докладе старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за Международный мир Дары Массика. Увеличение численности армии будет затратным с точки зрения зарплат и социальных выплат. Кроме того, оно потребует удвоения существующей военной инфраструктуры в Российской Федерации. Расходы могут оказаться непомерными для перегруженного оборонного бюджета страны. При этом привлечение новых солдат в армию также усилит напряжение на рынке труда. Но, Вячеслав, давайте с вами как раз и разберем эту историю по поводу того, сколько в этом бюджете, который буквально должен быть, если не на днях, то в ближайшее время рассмотрен. На уровне и Государственной Думы, соответственно, и потом и согласования, и на уровне президента Российской Федерации. Соответственно, сколько? Увеличили на три триллиона рублей. Как это будет давить на цены, как мы уже сказали, на экономику? И если мы печатаем, как бы вливаем такую большую денежную массу, по сути, к чему это может привести? Важно понимать, что расходы на армию сейчас, увеличение, это отчасти компенсация того выбывающего личного состава, который из кораблей, из каких-то зенитных установок где-нибудь в Новгородской области перемещается на театр военных действий, на фронт фактически. И государство вынуждено замещать этих людей какими-то новыми, другими. Понятно, что контрактник, который служит на линии боевого соприкосновения и контрактник, который работает где-нибудь на станции слежения за Уралом, у них разные зарплаты. Но тем не менее, вот эта вынужденная мера, что реально людей не хватает просто уже в тылу, чтобы закрывать какие-то позиции военные, которые оголены отправкой в штурмовые роты уже всех подряд, уже штурманов, механиков, самолетов отправляют на штурмы. Соответственно, это сейчас основная проблема, ради решения которой государство опять вынуждено увеличивать затраты. Соответственно, никакого влияния позитивного на экономику, конечно, это оказать не может. И необеспеченное вот это финансирование, которое не дает притока на рынок потребительских товаров и услуг. Понимаете, если вдруг солдат ушел с винтовкой гибнуть в украинский чернозем, то ничего он не производит для экономики в России. От этого инфляция. Если бы он пошел на завод или пошел в логистический центр, либо сел бы за баранку автомобиля, который везет картошку из Краснодарского края, условно говоря, в среднюю полосу, тогда это бы работало на повышение благосостояния граждан. Цены бы так не росли. Но так как все ресурсы страна направляет в бессмысленное истребление, перемалывание в этой мясорубке, то в стране все меньше и меньше ресурсов на производство того, что реально нужно. И людских, и финансовых, и организационных, транспортных, каких угодно. Ресурсов не хватает на гражданский сектор, потому что перекос в сторону военного становится уже закритичным. Увеличение армии еще связано с тем, что потом ее когда-то надо будет сокращать. И ВПК надо будет сокращать. И вот смотрите, важнее даже сейчас не то, что в моменте происходит, а как страна будет выходить и с каким колоссальным кризисом она столкнется, когда это все нужно будет заканчивать. Например, если вдруг государство поймет, что можно понижать ставку Центробанка, и с 19%, например, решит опустить, хотя она к моменту, когда государство решит опускать ставку Центробанка, она уже будет наверняка больше 20% значительно. Но, допустим, оно решило понижать. И банки поняли, что начался тренд по понижению ставок. Они сразу же опережающими темпами снижают доходность депозитов. Например, ставку сделали 17%, а они сделали депозиты 12%, потому что понимают, что послезавтра ставка будет уже 15%, 14% и так далее. Банки не хотят попасть в убытки. Соответственно, люди ломанутся снимать деньги с депозитов, понесут их в валюту, соответственно, банки начнут лопаться, валютный рынок опять зашкалит по курсу, Центробанк снова вынужден будет спасать экономику, опять повышая ставку. Или, например, конверсия. Когда все эти военные или военные производства начнут закрываться, а военные уходить с контрактов, то, соответственно, это на рынке труда огромный выплеск людей, которым нечем заняться. И второе – это реально кризис экономики из-за того, что эти производства, которые сейчас загружены под завязку производством, изготовлением, вернее, дронов, танков, самолетов и так далее, они не нужны будут просто. И мы столкнемся с самыми негативными последствиями, которые видели в 80-х годах, когда началась конверсия. Кастрюли вместо танков, походные палатки вместо военных палаток и так далее. И рынок это все не переварит просто. И начнется кризис еще с этой стороны. Соответственно, вот текущая ситуация, она опасна не только в моменте, что люди беднеют, государства кончаются, реально кубышка, кончается кубышка, фонд национального благосостояния, благодаря которому еще в этом году закроют дефицит бюджета, а в следующем году уже нечем. И государства еще не дают взаймы. Вот 16,5% – это безумие, это практически кризис ГКО, который был в конце 90-х годов. Соответственно, вот все это вместе в моменте плохо, а выход из кризиса из этого еще хуже. Вот это надо понимать. Вячеслав, объясните также зрителям важность этой истории под названием «Ключевая ставка». Как вы уже отметили, 19, но Набиулина говорила, что придется повышать. Тут разные мнения, но в ближайшее время, как мы понимаем, минимум 20% она будет составлять. А вы говорите о том, что, скорее всего, она будет повышаться и дальше. Ну, сидит человек, смотрит наш с вами эфир, слышит наши беседы. Ну, ключевая ставка. Ну, вот же мы что. 19-20, мне-то что с этого? Ну, это, знаете, как, если провести параллель, то это стоимость бензина для машины. Машина – это экономика, а бензин – это деньги. Соответственно, вот если вы делаете бензин дорогим, деньги дорогими, ну, вот у вас деньги стоят 19% экономики, да, то машина долго не проедет. То есть у вас ограниченное количество денег, вы пройдете метод километров 100, а потом у вас просто денег нет заправиться. Также у предприятий, у банков, у людей, да, сокращаются возможности по привлечению этих денег и по их, потому что бы их тратить. Соответственно, ключевая ставка – это важнейший показатель состояния экономики и ее здоровья. И сейчас, что бы ни говорили пропагандисты, такой ставки, которая есть в России, можно найти в 15 худших странах с конца. Ну, там, африканские страны, да. Правда, есть две более-менее приличные – Турция и Аргентина, где та же самая проблема. Но не хотелось бы, так скажем, сравнивать, потому что все-таки там нет войны, там есть реальная возможность сменить экономическую политику, и они рано или поздно выберутся из этого. Как Россия будет выбираться из такой огромной, ну, вот, снижать эту ставку, да, Центробанка, здесь вообще никто не может какого-то оптимистичного сценария нарисовать. Так что ставка – это очень важно. Это стоимость денег для экономики, стоимость денег для бизнеса. Соответственно, если ставка 19%, то в банке вы возьмете кредит под 23-25. Какой бизнес имеет рентабельность, способную покрывать такую цену заимствования? Ну, нет таких бизнесов практически. Поэтому расширение бизнеса под запретом, открытие нового бизнеса под запретом, и даже существование текущих бизнесов под большим вопросом, потому что бизнес всегда нуждается в оборотном капитале. Оборотный капитал дают банки. А если у тебя оборотный капитал по 23-25%, а иногда по 30%, то, соответственно, легче закрыться. Вячеслав, и напоследок, так или иначе, эта история касается экономики Российской Федерации, о способности кремлевских башень аккумулировать деньги, продавая нефтепродукты за рубеж. Хотел бы, чтобы вы покомментировали планы Саудовской Аравии, как-то больше себе заявить, возобновить свое присутствие, расширить его соответственно. На этом рынке чего ждать, если мы говорим о ситуации, то, что касается нефтедолларов для Российской Федерации? Ситуация очень напряженная, мягко говоря. Я бы сказал, критическая для Кремля, потому что себестоимость добычи нефти сейчас самая высокая за последние 10 лет. Это 40-45 долларов за один баррель. Соответственно, если страна продает за 60 долларов, как сейчас, то она еще имеет какую-то прибыль, хотя бы 15 долларов за баррель. Мы сейчас говорим про прибыль, то есть это доход минус издержки на производство. При том, что, внимание, 10 лет назад при цене нефти 52 доллара условно, себестоимость была 15 долларов. То есть государство имело прибыли 37 долларов, а сейчас имеет 15 долларов. И, конечно, это все сказывается на невозможности поддерживать ту экономическую модель, которая была в последнее время и называется путинской стабильностью. То, что сказала Саудовская Аравия, это вообще нож в спину. Потому что они заявили, больше не хотим ограничивать добычу, так как она не работает, квоты не спасают от падения цен. Но пока мы ОПЕК плюс держим квоты, остальные участники, например, Бразилия или Соединенные Штаты, выплескивают все больше и больше нефти на внешний рынок. И Саудовская Аравия теряет долю. А для Саудовской Аравии важнее доля на мировом рынке, чем цена одного барреля. И они заявили, что мы будем открывать краны, а Саудовская Аравия, если откроет краны свои, по максимуму начнет добывать, чтобы восстановить свою долю, то эта цена уже сейчас, предсказывается аналитиками нефтяного рынка, может устремиться к 50 долларам за бренд. Это значит, что российский ЮРАЛС вплотную подойдет к себестоимости его добычи. И это все, это конец, потому что добывать нефть станет бессмысленным. То есть у тебя затраты 45 долларов, и ты зарабатываешь 45 долларов. Но ты еще государству должен налогов заплатить, обтызов и так далее, и так далее. Вот эта ситуация, если действительно Саудовская Аравия в декабре вывалит на рынок все, что сможет, а она объявила о том, что она хочет это сделать. И если ее никто не остановит, то это закончится все очень плохо уже в следующем году. Никаких нефтегазовых доходов российский бюджет не сможет иметь в достаточном количестве. Он и сейчас-то, хвастаясь ростом нефтегазовых доходов, говорит про рублевые доходы. Это из-за курса, из-за роста курса доллара. Условно говоря, в первом квартале прошлого, в первом полугодии прошлого года курс был гораздо меньше, чем в первом полугодии этого года. И в пересчете с долларов на рубли нефтегазовые доходы как бы выросли. Но это смешно, они не выросли. Они реально тоже инфляционные. То есть все эти рубли, они просто инфляционные. Это не значит, что в стране денег больше. А вот если цена пойдет вниз, с тех 70, с небольшим, которые сейчас есть, то даже до 50 это катастрофа. Вячеслав, спасибо вам за то, что присоединились. Благодарю за этот такой, знаете, глубокий анализ в нашем эфире. Всегда вам рады. Вячеслав Ширяев, экономический обозреватель. Всего доброго. Да, счастливо. Был с нами на прямой связи. В телеграм-канале Freedom только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова